Примерно около 30% женщин в межпарламентском союзе, но это недостаточно, считают в руководстве этого союза. Женщин должны быть больше, они должны принимать больше участия в парламентских политических событиях по всему миру. Хотят довести число женщин до 50%. Вот такая вот амбициозная задача. Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет таскать каштаны из огня. Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет захвата Кремля. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! У тетеньки, например, в определенные дни месяца голова почему-то работать отказывается или работает специфическим образом. Вот у нас в одном из районов Ленинградской области была судья и оттуда из этого района, например, непрерывно поступали мелкие административные нарушители. Ну, кого там на 10 суток, кого на 15 и прочее. Так вот, по поступлению этих самых суточников четко отслеживался менструальный цикл судьи. Как только у нее начинается этот, как их называют, предменструальный синдром или какого, они сразу пачкой приезжают, а потом не приезжают. И вот тут вот она их арестовывает и сажает, а здесь нет, потому что тут у нее нормальное настроение, понимаешь? Можно такого человека к руководству подпускать, который не мозгом руководствуется, а каким-то бурлением гормонов? Я считаю, нет. Нельзя. Категорически нельзя. Ну, нельзя же сказать, что все такие. И все это весьма наглядный пример, и все такие. Ну, будешь общаться с женщинами, заметишь. Да. Ну-ка, с мязом, блядь. Задом, задом, блядь. Нагинайте, нахуй, сказала. Я еще чу, блядь. Я вам говорила, на третье повторять не буду. Быстро нагнувся, блядь. Еще раз будешь, блядь, а? Что такое я все, блядь? Руки, блядь, я тебе, блядь, дам. Еще нахуй раз будешь и нет. А, блядь. Сколько можно вам говорить? Это чтобы вы на меня первый, последний раз, блядь. А теперь, знаете, что вы делаете? Выкидывай это нахуй. Мы-то с тобой так привыкли жить. У нас матриархат дома. Мы-то главные, правда? Ну, да. Вот. А как у них? Вот. Чтобы не было так, что женщина домашний тапочек, да, и все. Сиди в углу. Красивый мужчина – горе в семье. Это, ну, правда, вы такой импозантный, богатый, ухоженный, модный. Ну, все бы вас ревновали. Красивый муж – не твой муж. А мне учительница по физкультуре говорила, красивый муж всех. Муж. Красивый муж. Продолжение следует...